Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Вопрос запуска отопления на этой неделе. Уже было такое достаточно серьезное похолодание до двух градусов. На совещании у губернатора поднимался вопрос о запуске отопления в социальные объекты и подаче уже в эти выходные. Поэтому прошу доложить Константину Михайловичу, как эта работа будет у нас проходить. По результатам заседания правительства Московской области и по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева было принято решение о том, что все объекты социальной сферы городского округа Люберцы, начиная с 27-го числа сентября этого года, будут подключаться поэтапно к подаче теплоносителя. Жилой фонд начнем топить с 1 октября 2024 года. Следующий доклад о реализации и функционировании открытых стадионов, также о ремонтах капитальных, которые будут проведены в 2024-2025 году. Виктория Юрьевна, пожалуйста. «Физкультура для всех» именно под таким лозунгом в 2021 году стартовал региональный проект «Открытый школьный стадион». Благодаря ему жители могут бесплатно заниматься физкультурой на 23 школьных стадионах городского округа. А к концу года еще один стадион будет оборудован и открыт для жителей на территории школы новостройки «Созвездие». В соответствии с распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области в двух школах городского округа в период с октября 2024 по август 2025 запланированы работы по капитальному ремонту. Школа номер 28, корпус расположенный в поселке Коренева, улица Чехова, дом 1, 1968 года постройки. Износ здания на сегодняшний день составляет 100%. Все школьники из зданий 28-й школы будут распределены в три здания действующей гимназии номер 56. Второй объект – это гимназия номер 5 на Октябрьском проспекте, дом 348. 1962 года постройки износ составляет 74%. В этом же микрорайоне расположена спортивная школа Олимпийского резерва, которая имеет почти 70-летнюю историю. И она в рамках региональной программы Минспорта также вошла в программу капремонта, которая начинается с середины октября. Так как спортивная школа, я сказала, находится на совмещенной территории с начальной школой гимназии номер 5, в целях безопасности детей и сотрудников принято решение одновременно организовать образовательный процесс для детей начальных классов в других корпусах гимназии. Пятый – на улице Южная и на улице Космонавтов. Следующий у нас вопрос такой же важности и значимости – это ремонт объектов здравоохранения. Одно из самых старых зданий 1937 года постройки и ни разу в нем не проводился капитальный ремонт. Это наш второй стационар, бывшее название больницы имени Ухтомского. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и Министерства здравоохранения Московской области мы попали в государственную программу. Наши жители не останутся без медицинской помощи. Мы маршрутизацию устраиваем для наших жителей. То есть это терапия, кардиология, неврология, эндокринология у нас поедут в стационарное отделение номер 3. Это Краскова, Карла Маркса, 90. Челюстно-лицевая хирургия – это стационар номер 1, Октябрьский проспект 338. Отделение ЛОР – это у нас было и взрослое, и детское отделение в одной нашей больнице имени Ухтомского. Оно у нас будет на базе поликлиники номер 5. Не менее важный объект – это детская больница, единственная в городском округе Люберцы. Со сроком 2024 год и исполнение планируем завершить в 2027 году полный капитальный ремонт всего здания. Планировалось то, что вся детская больница будет закрыта на момент нашего ремонта, но отстояли, и у нас будет проходить ремонт в два этапа. По маршрутизации наших детей у нас получается, что полностью мы будем вынуждены, педиатрическое отделение перевести 25 коек в Рошаля. Палиативную помощь полностью 15 коек, то есть мы остаемся без палиативной помощи на территории городского округа Люберцы, мы переводим ее в Коломну. И отделение детской нейрохирургии уменьшаем на 25 коек, и потоки будут перенаправлены также в Рошаля. По повестке все вопросы, коллеги, есть дополнения? Если нет, то всем хорошей рабочей недели.